Часто это исполняют так, что эта музыка на тебя напрыгивает, нападает. Мне становится некомфортно. А здесь это было исполнено так, что я имел возможность расслышать эту красоту. Я сам часто совершаю эту ошибку, я прихожу на современную оперную постановку к известному режиссеру и такой, ну, давайте-ка, сейчас сяду, не буду даже, не буду сейчас, сейчас мне с нуля, вот сейчас сяду в зал и все мне расскажут. Очень сильно обламываюсь, потому что такой подход сегодня не работает. То есть вот прийти в зал, сесть и ждать, что тебе сейчас покажут кино, нет, к сожалению, надо открыть программку и прочитать новый вариант либрета. Я вообще очень люблю работать с людьми талантливыми. Вернее, так надо сказать, что я люблю работать только с талантливыми людьми. С ними всегда очень интересно, с ними никогда не скучно, с ними всегда вдохновение, с ними всегда желание сделать лучше. И мы друг друга всегда вот этим поддерживаем. Я иногда слышу какие-то страшные истории о том, как режиссеры взаимодействуют с дирижерами. То есть, фу, у меня не было такого в жизни. И в данном случае у нас с Артемом взаимопонимание и очень комфортное взаимодействие. И здесь, в таком контексте, не может быть никакой нервозности. Может быть только желание, желание публику сделать счастливой. Я в некотором роде тоже такой третий глаз. Я человек, который указывает на телесный шум и имеет инструменты его вычистить. То есть, я тот человек, который подкрутит мизансцену, который поможет иногда солисту, может быть, что-то подскажет, найдет какой-то жест или поможет найти какую-то свою органику и чувствует себя комфортно. Да, я сталкиваюсь периодически с даже критическими соображениями о том, что вот режиссер все поставил, драматург все придумал. Нет, так это не работает. Да, в результате все равно есть какое-то желание, есть какая-то идея режиссерская. И задача драматурга понять, как эта режиссерская идея может быть реализована, но так, чтобы не порвать какую-то ткань оригинала, так, чтобы это вписать, так, чтобы это срослось, так, чтобы это не выглядело как нереализованная амбиция. Это декорация, созданная для спектакля «Демон». Знаете, есть такая опера «Демон». И для того, чтобы «Демон» настоящий демон. Друзья, лаборанты. Да, вот, нужны лаборанты. На выход принцип. Первое, что бросается в глаза, это размашистость, разухабистость. Хотелось ее просто прибрать. И исходя из этого, желание, и исходя из какого-то такого сердечного, снисходительного отношения к главному герою, к принцу, который, опять-таки, обычно изображается как дурачок. Вот из этих вот чувств, во многом сентиментальных, наверное, складывалось этот вот облако желаний, да, как бы, того, что мы хотим, того, что мы хотим поставить. По задумке авторов, я не совсем принц. Все те шаблоны, которым наделены образы принцев, такие, знаете, люди из высшего сословия, всякие такие, этого у нас нет. Это другой образ. И я бы не стал его так сразу всем раскрывать. Меня, как обычно, как актрису, даже не как певицу, как актрису, у меня всегда прельщает образ, именно эмоциональность образа, именно какой-то характер, вот что-то достать такое вот эдакое. По фантазиям, которые я имел место в своей голове перед постановкой, я был очень положительный, веселый, добрый, добродушный, счастливый мужчина. А у Филиппа Григоряна я злой, в меру настороженный, крайне эмоциональный слесарь-сборщик, настройщик двигателей, внутреннего сгорания в, не знаю, в какой-то области непонятной. Нужный человек, но крайне раздражительный и не сдержанный. Не бойтесь ходить в театр. Приходите в театр, приходите в музей, покупайте билеты и ничего не бойтесь. И прям вот собрал их, собрал их, собрал их и получилось. Субтитры создавал DimaTorzok